Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 13 августа. Память святого мученика Ипполита. По мученической кончине святого архидиакона Лаврентия, Блаженный Ипполит, военачальник и блеститель тюремный, честью предал погребению многострадальные останки мученика, который был сначала для него узником, а потом сделался учителем. Домой Блаженный Ипполит возвратился лишь на третий день после погребения. Все домашние его числом 19 человек обоего пола были христиане. Они были наставлены в истинно христианской вере, а затем крещены святым Лаврентием. Вместе со всеми домочадцами Блаженный Ипполит после общей домашней молитвы приобщился к божественных тайн тела и крови Христовых. А потом по принятии духовной пищи была предложена трапеза для подкрепления тела. Но прежде чем приступили к ней, пришли воины и взял Блаженного Ипполита, повели его к царю Декию. Увидев его, царь засмеялся и сказал, «Неужели ты стал волхвом, потому что украл тело Лаврентия?» «Я не волх, но христианин», — отвечал Блаженный Ипполит. Тогда раздневанный царь приказал бить его по устам камнями, а затем снять с него одежду, составляющую обычное одеяние христиан. «Ты не обнажил меня, но облекаешь в более ценную одежду», — сказал на это Блаженный Ипполит. «Разве ты более уже не встишь, богов, и так безумствуешь и не стыдишься своей наготы?» — спросил царь. «Я мудр и не наг», — возразил Блаженный Ипполит. «Ибо облекся во Христа. Я тогда был безумен, когда подобный тебе служил бесом, и тогда был наг, когда не имел благодати Христовой. А теперь я христианин». «Принеси жертву богам», — предложил царь, — «чтобы тебе, подобно Лаврентию, не погибнуть от мук». «Ой, если бы я удостоился участия святого Лаврентия, имя которого ты, окаянный, своими скверными устами произносить-то не должен», — воскликнул Блаженный Ипполит. «Царь велел протянуть его на земле и бить без жалости палками». Святой же мученик в это время громко взывал. «Я христианин!» Тогда мучитель приказал прекратить побои, поднять Блаженного Ипполит из земли и одеть в обычную воинскую одежду. При этом он сказал, обращаясь к святому мученику, «Вспомни о своем воинском санне и будь по-прежнему нам другом, по-прежнему вместе с нами приноси жертвы. Я воин Христа моего Спасителя, и за него желаю умереть», — отвечал Блаженный. Деки после этого сказал Ипполку Валериану, «Возьми все имение его, а его самого замочь до смерти». В тот же день посланные Валериана разграбили имение Блаженного Ипполита. Узнав, что в доме Ипполита найдено верующего Христа, Валериан велел их привезти к себе. Среди приведенных находилась и кормилица Ипполита по имени Конкордия. Взглянув на них, Валериан сказал, «Пожалейте свою жизнь, чтобы не погибнуть вместе со своим господином Ипполитом. Мы желаем лучше», — отвечала Конкордия, — «счестью умереть за веру Христову вместе с нашим господином, чем, утратив ее, жить среди вас, нечестивцев». «Порода рабов не иначе, как только ранами может быть исправлена», — сказал Валериан, Валериан приказал бить Конкордию олоянными прутями. Во время побоев святая мученица предала дух свой Господу. И здесь находился под караулом воинов и блаженный Ипполит. Поведав мученическую кончину своей кормилицы, он с радостью воскликнул, «Благодарю тебя, Господи, что питавший меня предпослал свое царствие к святым твоим». И Парх сказал, «Ты все еще надеешься на волшебную хитрость, не почитаешь богов и не повинуешься по велению царя». И, разгневавшись, Валериан приказал всех вместе с святолитом вывезти через Хивуркинские ворота за город и там предать смерти. Святой Ипполит ободрял их во время пути, «Не бойтесь, и я, и вы имеем над собою одного владыку». Когда пришли на место казни, то все были исчечены воинами на глазах блаженного Ипполита. Всех, приявших этому мученическую кончину разного пола и возраста, было 18 человек, не считая святую Конкордию, убитую в городе. Самого же святого Ипполита по приказанию Епарха привязали к диким коням и влачили по каменистым местам до тех пор, пока он не отошел ко Господу. Святой Ипполит вместе с домочадцами своими пострадал за Христа в 13-й день августа месяца и в 3-й день по мученической кончине святого Лаврентия. При наступлении ночи к месту казни пришел с верующими святой Юстин Пресвитер и, собрав тела святых мучеников, предал их там погребению. Тела же святой Конкордии, несмотря на самые тщательные поиски в городе, никак не могли найти ее тело. Это так сильно опечалило святого Юстина, что он заплакал. Честное же тело святой Конкордии было по приказанию мучителя брошено в нечистое место. Один христианин по имени Иеремей узнал об этом от одного воина уже спустя три недели со дня смерти блаженного Ипполита. Взяв с собой другого христианина Авунди, он извлек ночью тело святой мученицы, нисколько не пострадавшей от нечистот, и принес его к Пресвитеру Юстину. Пресвитер был очень рад и похоронил святые останки рядом с телом святого Ипполита и прочими мученицами. Наутро это стало известно Валериану. Он приказал схватить Иеремию и Авунди и бросив туда, откуда они извлекли тело святой Конкордии, «Котопитесь живыми в нечистотах!» И оба святые умерли там в 26-й день августа месяца. Святой Юлиан извлек тело их ночью и предал погребение при мощах святого Лаврентия. Славя Христа Бога! Славя Мороза Отцом и Святым Духом! Во веки! Аминь! Пострадали в 258 году. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим! Приходите! Подписывайтесь! Будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok